Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Руберничий Родор. Так вот, если начинать как раз с вопроса, что говорит право с юридической точки зрения, то вроде бы марксизм не запрещен. Запрещена пропаганда тоталитарного советского режима и изготовление и демонстрация символики этого режима и т.д. и т.п. А с другой стороны, из марксизма просто вытекает другой стороной односторонний тоталитарный советский режим, а другой стороной насчет позиций по текущим событиям. Украине запрещено, собственно говоря, поддерживать агрессию краины-агрессора, как ни странно, по сути говоря, критиковать толком там внешнюю политику Украины и т.д. и т.п. Должен ли, исходя из этого марксист, поддерживать краину-агрессора, как можно подумать? Нет. Но просто под поддержку страны-агрессора можно подвести при желании неподдержку Украины в этой войне в принципе. Поэтому марксисты, пожалуй, страдают в основном в Украине с правовой точки зрения с двух сторон. С одной стороны, нужно именно пришить демонстрацию или изготовление символики и пропаганду советского режима марксисту. И с другой стороны, пришить что? Он поддерживает страну-агрессора. А это может быть. Главное просто не поддерживать Украину. И тут дело техники сфабриковать, что ты поддерживаешь РФ. Я бы заметил, что у нас большинство марксистов, на самом деле, подвергаются уголовному преследованию не за марксизм, да, то есть не за то, что они там коммунисты, пропагандируют коммунизм, а им реально шьют поддержку страны-агрессора. А тут еще такая тонкость, что у нас по этой статье как бы и положено до 15 лет с конфискацией. Он не сибириальный. Вот смотри. То, что про пропаганду режима и изготовление символики, это статья Украинского уголовного кодекса 136.1. А пакет статей, которые так иначе касаются поддержки РФ, это вот примерно 109 и где-то до 116. Это все статьи про злощенные протинациональные безпеки. То, о чем говорит Черденко, это статья из Минземпамять 111 державам Назарада. Мол, за зраду в Украине карают страшно, само собой. Как иначе может быть? Второе дополнение. Весь этот пакет законов был принят как бы задолго до войны. То есть у нас факт уже началось преследование любое. То есть там отрицание российской агрессии, оправдание российской агрессии и так далее, и так далее. У нас весь этот пакет статей был принят, если память не знает, о, в 18-м году еще. То есть войны еще не было. Мы к ней уже все усиленно готовились. И, кстати, первые срока повалили примерно тогда. Ну, начиналось все с... Ну, с достаточно мягкого, с условок, там, с бесед в СБУ и так далее. А потом уже появилась действительно и уголовная статья. Кстати, в 22-м году я видел пару кринжовых приговоров, где человеку дали условку и обязательства с него взяли прочитать Грушевского. А я предлагаю, пускай товарищей от других стран тоже очистить от ювидический момент, а потом мы, скажем так, от де юре при перейдем к тому, как де-факто обстоит ситуация. Ну, мы тогда возьмем слово, если никто не возражает. У нас в нашем антифашистском мордоре популярными самыми являются статьи за дискредитацию армии и органов власти. Это новеллы в Кодексе об административных нарушениях и в нашем уголовном кодексе, которые появились в связи с началом войны. Ой, извиняюсь, антифашистской операции, конечно же. Это сейчас наиболее, грубо говоря, часто используемые статьи, да, то есть высказывания в отношении нашей сражающейся доблестной армии и в отношении органов власти. Более всего используются именно административные статьи, данные, грубо говоря, это штрафы максимум, это могут быть административные аресты. За дискредитацию у нас коммунистов некоторых подтягивают, но тут, грубо говоря, коммунист коммунисту рознь, да, то есть за что обычно подтягивают по статье за дискредитацию, это за высказывание в публичном поле. То есть за такое привлекали по административке Рудова, за такое привлекали всяких подобных ему персонажей, которые именно, грубо говоря, не соблюдают по сути сетевую гигиену. И как можно чаще высказываться против просто органов власти, не задумываясь, грубо говоря, о последствиях. То есть данную статью можно элементарно избегать, просто, ну, я прошу прощения за мой французский, фильтруя базар. Вот, также у нас есть статьи за терроризм и призывы к свержению конституционного строя, но на них попадаются только, ну, самые избранные наши коллеги, назовем их так, да, самые знаменитые это Уфимское дело и дело Орлова. Но Орлова вообще очень интересно, что его привлекли именно за экономические преступления, да, то есть, ну, точно сказать, за дело или не за дело, человека привлекли или нет, мы, конечно же, надеемся, что нет. И эта статья была на него просто, грубо говоря, натянута, потому что человек занимался профсоюзной деятельностью, и вот был бы человек, статья нашлась, так как за другое ничего особо ему и предъявить нечего было. Можно еще вспомнить Кирилла Украинцева, которого за организацию массовых беспорядков привлекали. Якобы за то, что он занимался деятельностью в профсоюзе Курьер. То есть, именно по вот таким статьям привлекают, именно не за то, что ты марксист, не за то, что ты коммунист, не за то, что ты ведешь пропаганду, агитацию, да, а именно за какую-то деятельность в публичном поле, за высказывание, и не обязательно они именно марксистского толка, либо же за деятельность именно в поле, связанное с профсоюзской, с организацией там митингов, шествий и так далее. То есть, именно за такие статьи обычно и притягивают у нас коммунистов. Нет такого, что у нас предусмотрено наказание там за марксизм, за коммунизм и так далее. Так как у нас наша власть любит все-таки советскую символику, прикрывается памятью предков и так далее, то открытого преследования там за коммунистическую символику, как у товарищей в Украине, у нас нет или пока нет. Хорошо. Так, а что ж у нас в стране белорусского социализма? Там-то по-любому, там должно даже, наверное, поощряться. Я думаю, даже пару грантиков коммунист должен получить. Вот. Потому что, как известно, Лукашенко строит социализм. Это любой вам украинский правак скажет. Ну, у нас система в некотором плане похожая на российскую, как описал ее товарищ, но с некоторыми нюансами и национальными особенностями. То есть, говоря о этой белорусской системе, надо всегда вот есть такие, как бы, есть пространство, типа догадайся сам, и есть нюансы. То есть, у нас есть коммунистическая партия, ее никто не запрещал. Но, как бы, она одна, лицензированная. И если вот вы хотите вступать в коммунистическую партию, то вот есть одна лицензированная, которая полностью поддерживает курс Александра Григорьевича, вы в нее можете вступить. А создать свою альтернативную вы не можете. И теоретически, ну, как бы, никто на данный момент не мешает, вроде как, организовать кружки. Но дело в том, что, вообще-то, незарегистрированные организации запрещены по закону, и за них тоже можно присесть. И вот тут включается это самое догадайся сам. Вот, как бы, вы что-нибудь организуете, против вас используют этот закон, по которому запрещены незарегистрированные организации, или не используют. И когда вы будете догадываться, наверное, у вас в голове будет, что это очень сильно зависит от того, как вы себя будете вести, и что будете говорить. Коммунистическая символика не запрещена. Но, вообще, демонстрация незарегистрированной символики, это тоже дело запретное, за которое можно получить, ну, как минимум, сумки. И поэтому догадайся сам, где и когда ты ее покажешь, и как на это могут отреагировать власти. То есть, это система, которая воспитывает в человеке самоцензуру достаточно эффективно. То есть, у нас не запрещена пропаганда, опять-таки, коммунизма. И когда товарищи пропагандируют коммунизм в вакууме, да вроде все прекрасно. Ну, у нас есть букет статей за дискредитацию Республики Беларусь, которая там наносит какой-то международный ущерб, который активно применяется против наших жмогородов. У нас есть и очень практикуются сейчас статьи за, там, оскорбление величества, условно говоря, да, оскорбление президента, оскорбление чиновников, силовиков, и все вот это вот. Клевета. То есть, что они поймут под клевету? Если ты будешь говорить про белорусскую модель, то теоретически, как бы, очень можно к чему придраться. В смысле, назвать это клеветурой. И в отношении, например, взмолеров, это, как бы, регулярно практикуется. А в отношении коммунистов, ну, мне кажется, что на данный момент вот эта система такого воспитания в себе самосцензуры, она, в общем, более-менее работает, и вы можете видеть ее по белорусским левым различным каналам и пабликам, которые, как бы, предпочитают либо не трогать политику вообще, либо говорить о неком коммунизме в вакууме. То есть, о хорошем советском наследии, о марксизме, как неком таком оторванном немножко от жизни явлении. Ну, я бы хотел подчеркнуть еще раз, что, в общем-то, в Украине вот точно так же изучать там марксизм в вакууме тоже никто не запрещает на самом деле. Но есть целый букет статей, под которые ты, в общем-то, можешь попасть, изучая, ну, и марксизм в том числе, скажем так, и пропагандируя его. То есть, я бы хотел обратить внимание всех товарищей слушателей, что, в общем и целом, конкретно за принадлежность к коммунистам особо никого не судят. Но судят за то, что ты езрадный кумнации державы-то и чизны. Вот, то есть это очень такой интересный момент, и, по сути, под эту статью может попасть, в общем-то, кто угодно, за что угодно, и раз уж на то пошло, в том числе и за пропаганду коммунизма. Ну, при условии, что, ну, конкретно у нас еще и запрещена коммунистическая символика, причем именно советская, ну, под советскую попадает, в общем-то, все красные серпастые молоткастые и так далее, и так далее. При этом, при этом, при этом с красным флагом, кстати, вот часто говорят, выйди там на хрящайте с красным флагом, с красным флагом ходить можно, ноги серпа и молота, и более того, есть иронизации, которые с красным флагом даже ходят. Вот, ну, товарищ Савва сейчас побольше на этот счет расскажет. Главусье напоминает, как бы, такую перевернутую юридическую формулу, если стандартно огласить, что все, что законом не запрещено, то разрешено, а Беларусь износит, как будто на законе указано, что все же не разрешено законом, то запрещено. Но в этом плане, по сути, для произвола больше, как бы, больше открывается возможность, и потом достаточно просто получают доказать, что организация не зарегистрирована, там символика не зарегистрирована, и все, значит, можно наказывать. А в Украине, так как для наказания все-таки есть вот именно в законе несколько, скажем так, крючков, за которые цепляют, то еще надо умудриться сфабриковать. Если, к примеру, там почитать ту самую статью, там исчерпывающий список, сейчас просто трудно говорить, я привык к праву украинское на украинском формулировать, на русский перевожу. Там исчерпывающий список как раз элементов символики, соединения которых считается запрещенной. Это там, как ни странно, там соединение серпа, молота, еще чего-то. Ну, вот, например, символика РФУ по украинским законам запрещенной символикой не является, и т.д. и т.п. Хотя вроде как очевидно, что символика социалистическая. Так что обходить его можно, и как то же самое, красный влад, если там не серпа и молота, то все. Дивальная вещь, например. Так что, конечно, если очень хочется какую-то себе символику нацепить социалистическую, то можно. Конечно, главное просто не попасться на те соединения элементов, которые очерчены в законе. Но, с другой стороны, получаются кринжовые ситуации, потому что когда у нас кого угодно там задерживают СБУ из там, условно, левого спектра, скажем так, политических эписидов, вот почему-то обязательно, вот на всех фотографиях, которые потом публикуются, надо взять, накидать и флажков СССР, каких-то сдачков, проще всякой мелочевки, будто коммунист без всего лити и жить не может. Ну, понятно, зачем, причем это до абсурда доходит, что там кого не арестовывают сразу, там у человека 10 флагов в Россию обязательно, 5 флагов в СССР и полное коллекция значков, и там еще медали, и т.д. и т.п. Но, как бы, чаще всего это больше похоже на просто показуху и то, что людям просто подбрасывают, что пишут дополнительную статью. Но формируется сгуба такое вот мнение, как бы, самим фоном этих задержаний, что, собственно говоря, все коммунисты, по сути, затариваются на барахолках максимально символикой, по-другому невозможно. С другой стороны, надо сказать про своки и наказаний. У нас чаще всего, если дело доходит до суда, тут, конечно, зависит от произвола органов и судебной системы, но у нас очень часто эти дела, которые фабрикуются иногда за символику, они оканчиваются условным сроком. Брин, часто. Так, во-первых, эти дела, большая часть из них формируются. Условно говоря, следователям, ну, сотрудникам органов нужно набивать статистию по выполнению раскроемости, скажем так, они мониторят, просто посматривают профили во ВКонтакте, например, в Одноклассника, да-да-да, именно их, и там может найти кого-нибудь дедушку или там человека среднего возраста, а на страничке у него будет фотография с ЛАМ СССР или еще что-нибудь там, как говорится, или какого-нибудь зло, их не бросаем, что-то мы поняли, не зайцы молика и т.д. и т.п. Да, как человек, скорее всего, будет в ВКонтакте подписан под своим именем, фамилией и будет указан его ворот, то дело техники его найти, выехать как бы в группе для задержания и потом, собственно говоря, на него надавить, отвезти в управление, управление под угрозами и заставить, не обязательно даже человека там пытать сразу, достаточно просто заображать, что типа, либо ты сейчас подписываешь, что мы тебе даем, мы тебя сейчас отпускаем, в общем, ничего тебе не будет, либо будешь упираться, а мы тебя будем наскуршить по максимуму. И все, человек там подпишет, что он финансируется Кремлем и наводит российские ракеты и т.д. и т.п. Чаще, чаще, часто это подписывает, ему там часто дают условный свок, потом лепится картинка, что вот СБУ працюе, побеждаем зраду внутри страны усиленными темпами. Это, наверное, большинство случаев, и они обычно заканчиваются легко. Есть случаи, когда, конечно, какой-нибудь показательный процесс хотят развести, и там могут засадить по жести. Но такого, конечно, чтобы нас садили, по-моему, коммунистов на подожар, не заради, на пожизненное, в принципе нет. Но, опять же, я сейчас оставляю на сторонке такой момент, что в Украине, как ни странно, действительно лейная доля тех, кто посещал до себя коммунистов, абсолютно искренняя, как бы следуя форматору бывшей КПУ и нынешних, официально в Компартии Белоруссии и России, действительно искренне поддерживают РФ в этой войне, но, соответственно, как бы, мы их, пожалуй, не будем как коммунистов рассматривать. Они как бы являются как раз теми, за тем должны приходить после этих джав Назрада напрямую и просто поддерживают другой блоком политической войны. Но их мы не рассматриваем, это как бы отдельная категория, их судят больше за их факты, как бы поддержки РФ, а не за тушение коммунистов больше. Но даже коммунисты, которые не поддерживают, могут пришить поддержку. Как я уже говорил, вот недавно у нас прогремело дело по нашим интернетам, нашим медиапространствам с Сиротюком. Это был такой товарищ из маленькой троцкийской организации, как всегда с большими амбициями сделать все СНГ-шники Комсомол, Тэма из города Николаева, если ничего не путают троцкийский, которые, собственно говоря, при этом не считали нужным соблюдать конспирации. Транспирацию везде светили своим лицом и т.д. и т.п. и настоящими именами, фамилиями, ну и просто, собственно, да, о, Первомайск, это Николаевская область. И, собственно говоря, просто так из боя случайно нашли, и мы их лопнули, вот. Ну, как бы это просто случай глупости. Я бы добавил такой момент, что официальная линия украинского государства, что коммунизм, это российская имперская идеология, ни больше, ни меньше. То есть украинец коммунистом быть не может по определению. Если он по каким-то стечениям обстоятельств причисляет себя к коммунистам, то он по определению расист. То есть это вообще без вариантов и никак иначе, потому что они максимум, ну, скоризованные ренегаты. Вот, сугубо по-мехновскому. Вот, поэтому обычно с пропагандой как раз тоталитарной символики в доесок идет оповдание, отрицание российской агрессии и все такое, за что можно получить 15 лет с конфискацией, что, по сути, вот чью как раз Сиротюку. Вот. И как от «Де-Юропе» идем, наверное, к «Де-Факт», что власти у нас, честно говоря, не всегда действуют по закону. И в конце концов тебя могут просто так, как коммунист равно расшист, прийти и дать тебе банально звездюней, неравнодушные граждане. Я бы также еще отметила то, что у нас в России существует определенно легальная, полностью легальная коммунистическая партия КПРФ. Представители этой партии есть и в Госдуме и баллотируются на выборах в президенты. Ну, не будем останавливаться на том, что, ну, как это на самом деле устроена буржуазная демократия. Эта партия, она существует просто для иллюзии плюроризма во власти и просто доставляет радость ностальгирующим людям, которые родились и выросли в СССР. Вообще партия, она, ну, открыто заявляет свои немарксистские позиции, хотя ставит себя как коммунистов. То есть, например, в их агитационных материалах там можно спокойно встретить и поддержку там малого бизнеса, поддержку фермерства и так далее. Но при этом они также используют всеми знакомые, там, всеми любимые вот эти слоганы о том, что мы вернем бесплатные квартиры, тот самый-самый вкусный пломбир и так далее. То есть, ну, эта партия, она уже давно полностью себя дискредитировала. И также у них до сих пор существует молодежное отделение ЛКСМ. Туда приходит молодежь, чтобы заниматься в кавычках марксистских кружках. Вот, но на самом деле там царит полнейший ревизионизм, и люди оттуда либо уходят, либо же окончательно в этот ревизионизм погружаются. И марксизмом эту деятельность совершенно нельзя назвать. А вот я хотел спросить, как у вас, у всех там из Белоруссии, в России с неравнодушными гражданами, которые могут прийти и дать звездюлей тебе за тоталитарную фашистско-украинскую ум, или там еще какую-нибудь пропаганду. Вот у нас с этим полный порядок. В принципе, у нас большинство активистов каких-то, левых на самом деле страдает не столько от государства, сколько вот каких-то непонятных личностей, которые могут с ними сделать на самом деле всякое, и их потом будут очень долго и старательно искать, и скорее всего не найдут. Ну тогда, если позволите, я выскажусь касаемо России. На самом деле здесь стоит сказать, что в нашей стране подобного не наблюдается. Неравнодушные граждане, скажем так, не приходят и не колодят тебя за пропаганду тоталитаризма, коммунизма, еще чего-нибудь. Такие случаи, конечно, бывали где-то пару лет назад, но, собственно говоря, они не носят системного характера. Только, скажем так, особо активных тех, кто не соблюдает никакую сетевую гигиену, публичную гигиену. Собственно говоря, только таким могут устроить якобы правые. Просто у нас левые любят демонизировать чуть ли не фашистский террор, когда правочки избивают таких вот, собственно говоря, левеньких. Но это не сносит системного характера, поэтому, скажем так, в нашей стране положение, в отличие от Украины, отличается. Товарищ компаньера, что вы скажете этот счет? Я скажу, что у нас, конечно, кардинальная ситуация отличается у Украины тем, что функцию активистов в балаклавах и правосеках выполняют люди в погонах. То есть, в принципе, им вроде как разрешили очень странные методы применять, и мы можем на официальных телеграммах увидеть избитого задержанного, очевидные избитого, и комментарий типа «выбили дурь». И, как бы, с 2020 года не было зафиксировано ни одного нарушения каким-либо милиционерам превышения служебных полномочий. То есть, с одной стороны, вот избитые люди и комментарии типа «выбили дурь», с другой стороны, нарушений нет. Поэтому, как бы, в таких условиях правосеки, они вообще не особо нужны, если с этим справляются вполне, как бы, официальные органы. То есть, сейчас просто острие вот этого странного террора, оно заточено против правую оппозицию, либеральную, националистическую, как бы, и там избиения, пытки и так далее, они на самом деле идут полным ходом. Просто, поскольку левые, как бы, не попадают вот в этот первый эшелон, пока что достаточно тихо. Ну, и, как бы, не сказать, чтобы белорусские левые как-то активно критиковали нынешнюю власть в своих материалах. Поэтому против них это не применяется на данный момент. Но, опять-таки, догадайся сам, как быстро эта практика может быть экстраполирована на тебя, если ты будешь вести себя плохо. Отдельно я должен оговориться о анархистах, потому что мне тут скажут, что ты забыл про анархистов, потому что к анархистам это все применяется. Но тут я нахожусь в немножко таком неловком положении, потому что анархисты, особенно те, которым это применяется, они у нас часто, может быть, слышали «не считаю себя левыми», всегда стояли на немножко антисоветских позициях. Поэтому я бы, что называется, хотел проявить солидарность и сказать, что да, вот наших товарищей анархистов как бы прессуют по беспределу, и в том числе это зафиксировано на видео. Но вот не знаю, левые они или не левые все-таки. Под словами товарища Компанира сказал бы, что в Украине как раз используются такие негосударственные методы, ну, наверное, террора, да, это было бы правильно назвать. В первую очередь как раз потому, что именно силовикам такую задачу изначально было поручить нельзя, потому что у нас это все началось в 2014-15 году, когда конкретно еще милиция была несколько растеряна. И если им дать там приказ кому-то дать звездюлей как-то внесудебно, ну, естественно, такое практиковалось всегда, да, ну, конкретно по каким-то там политическим и прочим мотивам, ну, они могли на тебя как-то посмотреть, очень странно, и, пожалуй, даже, наверное, отказаться от этого, тем более, что официально-то все такие вот эти вот пытки, и это, ну, незаконно и преследуется. Вот. А когда тебе говорят, давай-давай, делай, тебе ничего за это не будет, ну, очень многие относятся к таким заявлениям начальства о недоверчивом, что сегодня не будет, завтра, вспомните, будет. Вот. А поэтому и в основном прибегали к таким вот негосударственным методам. А в войну это было очень популярно, у нас особенно в 2022 году очень много видео сходило по интернетам, как, условно, за мародерство, по факту, кого угодно, за что угодно, могли там привязать к столбу, скотчем, да, и давать ему кинкам, вот все проходящие, как старинная казнь, да, привязывали человека к столбу, к позорному, и каждый там, кто плюнет, кто камень кинет, он точно так же у нас сделалось. Потом эту практику свернули. Теперь все больше делается по закону, потому что чем больше у нас государство входит в турбулентность и противостояние с внешними факторами, тем меньше оно позволяет всякую низовую инициативу, ну, потому что, извините, сегодня вы наших врагов бьете, а завтра вы себе возомните, что можно бить кого-то другого, кто нам нужен. А это уже недопустимо. Поза, товарищ Славковский, сейчас что-то еще добавит на весь этот счет. Ну, конечно. Пожалуй, тут, пожалуй, интересное замечание сделать насчет ситуаций в Украине, а чисто с такой правовой стороны, если ее рассматривать, то она обусловлена во многом тем, что Украина, как всем известно, активно евроинтегрируется, а из-за того, что Украина евроинтегрируется и пытается уподобить свое законодательство к странам Евросоюза, ну, понятно, с чем это нужно для того, чтобы капитал государств Евросоюза было удобнее проникать своими щупоцами в Украину для ее эксплуатации. Но с точки зрения как раз террора, то, как он оформляется, это выглядит так, что зажать именно в правовом поле такими же законами жесткими, как это делается в Белоруссии или в России, Украине правящий класс немного не может из-за своей такой политики. Ну, вот так вот, лихо прямо, грубо говоря, прям механизовывает совсем открытый беспредел и совсем развязывать руки непосредственно полиции. Необходимо, как бы, держать маску дематратичности и вот этой вот евроориентированности, рапеции ценностей и т.д. и т.п. Очень часто там даже законы, которые поднимаются под евроинтеграфцию, там возмущают украинское общество тому неравнодушных граждан, небайдужих ромадян, политически активных и суперлояльных власти. Как, например, когда у нас принимался закон, который требуется от Евросоюза, ну, весьма стандартный закон про насменьшество, например, в Украине, где в 30-м законе, как ни странно, ё-моё, по закону нету стопроцентной украинизации и даже насменьшинам после войны и даже военной войны гарантируют какие-то права. Это возмутило патриотов, так это так. Это какая-то зрада, это какой-то реванш расшизма закрался в Омную Раду, вот так вот через Евросоюз зашёл. Я да к чему мываю, потому что из-за того, что Украина не так закручена и на правом поле вайхе, в итоге, как в России и Беларуси, из-за вот этих вот означенных процессов, что надо всё-таки не совсем выбиваться из дружной семьи европейских народов, которые защищают светлый мир. Ну, как сказал наш президент, мы воюем за ценности европейские и воюватываем с такими ценностями. Особенно это весело, да, на фоне там каких людей крутят и в бусике запаснивают. Мы же защищаем европейский мир от ордынцев, из севера и востока, поэтому сами мы должны быть не ордынцами, а светлыми лыцами. И это выражается как раз в том, что по закону Украине очень часто всё-таки обойти статьи, например, которые уже есть в кодексе, не так уж и сложно, и попадаться в правом поле и оставаться чистым, вполне возможно. Если ты в Российстве ввёшь свою деятельность, но по факту государство проводит террор скрытым образом, руками как раз тех самых неравнодушных граждан. Эти и это все знают, что у нас в Украине очень много скандогражданское общество процветает. Известные организации, сценарийный корпус, правый сектор раньше был там, С-14, Центурия, ну, как говорится, не с тем числа, их организаций много. Самые крупные из них напрямую, как ни странно, такая неожиданность курируется о службе безопасности Украины. Или, или Министерство внутренних дел. И очень часто, пожалуй, и разница, почему их организаций много, а не одна, единая. Это потому что там вся конкуренция идёт, за то, скажем так, чья банда будет, значит, где-нибудь она финансируется, под каким ведомством оно лежит, и, собственно, какого именно оно давит. Потому что очень часто их используют не только в борьбе, а мы имеем в виду националистов организованных. Не только там в борьбе с незагласными, но и чисто таких, между бужуазных разборков, в духе «надо», не знаю, там, разливать лайки, например, с алкоголем, решили его за здоровье нации. Ну, понятно, разливаются лайки, чьи «надо» лальки. А чьи «надо» не трогаются. Ну, это такое. Мы сейчас не об этом говорим. Мы говорим о терроре. Получается, своего рода, что по факту Украине вроде бы по закону, к примеру, у нас же что-то самое либеральное из представленных стран законодательства по митинам. У нас митинг может собрать любой человек в любое время, любой гражданин, достаточно просто любой орган власти предупредить. Просто ему там на сайт органа написал, там, полиция, исполком, все равно. И срок хоть за 10 минут до начала демонстрации. А запретить может орган власти только, если подаст в суд и докажет, что в это время демонстрация создаст какие-то помехи к какому-то там общественному движению или еще чему-то там, или там, что она действительно там будет нарушать основу кейс-со новостой. Но по факту в Украине демонстрация не запрещает им митинговать, и китировать может в ту вводную и сколько хочет. Но, но, как бы, все участники будут застановлены, и не обойдущие грамотяны потом найдут участников недужных демонстраций. Даже, как и странно, полиция может охранять полиция, может стать, например, кордоном, ваши демонстрации защитять. Но вы, собственно говоря, не будете ночевать на той площади, где вы демонстрируете. Вы рано или поздно, например, пойдете в метро, а там вас уже встретят и, например, и забьют, а тут полиция скажет, ну, этого мы не видели. И, как бы, это частое дело, что полиция просто закрывает глаза на правое насилие. Это, как бы, система. Это сама, а полиция сама же их и направляет. В итоге можно делать для европейского сообщества вид, что у нас все нормально, нацизм в Украине нет. Совсем у нас европейская правая система. Полиция стоит на страже демократии. И полиция там будет делать более-менее красиво лизош. Вот, ну, там, защищаемые деньги, там, почти никого не разгоняем. Президенты уже повелись, но я об этом чуть позже скажу. А на деле, как бы, одна рука это полиция, а другая рука рука это, собственно говоря, националисты, которые курируют за полицией и спецслуживами. Знаешь, я говорю полиция, я имею в виду не только непосредственно национальную полицию Украины, но все полицейские органы, которые имеют по своей крыше разные организации. И таким образом террор проходится, как бы, в обход закона, по факту, незаконным методам. И, как вы знаете, по ситуации в Украине очень эффективно в итоге это идет, потому что, соответственно, серьезно загашено. Вся оппозиционная деятельность, не только коммунистическая. Вот так оно и получается в европейском правом мусорбе. Я хочу сказать, что любые факты, которые говорят о том, что в Украине проводится террор, то есть мускайский гипсул. То есть это все ложь и неправда. Такого вообще нету. Забыл еще важную ремарку добавить одну в конец. Очень часто полиция даже заводит дела на националистов, открывается уголовное производство, но они либо, как бы, затухают втихаря, а националисты получают условки, или там, нестогое наказание, минимальный своб в тюрьму, и скоро уходят там по УДО. Или там подается апелляция, и там ближе, там, или в апелляционной инстанции, или там в КАСАС их оправдывают. Ну, короче говоря, даже когда мы устраиваем поколательный процесс над националистами, очень часто их просто дают минимальный своб. А как вы понимаете тем рвам народа, которых националисты Гайсет, они часто могут получить максимальный срок, даже если очевидно, что они там жертву, к примеру, насилия, но на них, собственно говоря, нароют и нафабрикуют дело, все, люди отъезжают. Самый яркий же пример это Стернемка, которого садили, 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 да все никак не посадили. А потом вообще забыли, что его садили. А его судили, извиняюсь, за убийство, а не за... А там тоже он кого-то побил, там избил. Там он, по-моему, человек убил, если память не изменит. Да, про Стерненко, я думаю, надо немножко для слушателей и людей зарегистрировано сказать, что такой националист, одиозный такой фигура, сейчас достаточно влиятельная националистической политике у нас, ну популярная, скажем так, на последних ролях. Когда-то еще в 19-м году... Ну, у него же фонд свой этот, благотворительный для ЗСУ. Ну да, 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 благотворительный фонд. Ну, конечно, вы думаете, зачем? Захищать и НАСИУ должно быть как бы приятно и полезно, и прибыльно в том числе. И в 14-м году он в Одессе, я не точно не помню, то ли депутата Совета выковал и убил в посадке, и то ли не депутата, а просто российские дихри. По-моему, да, тоже не одного аду. Ну, собственно, РВА, вот его с тех пор судят-судят, вот его при Зеленском уже осудили на СВОК, но уже вроде почти отъехал, но в последний момент суд смотрел решение, и Стерненко вышел на свободу. Ну, а бывали случаи в Украине, типа, вспомним батальон Тордада, когда был показательный процесс, когда дали там по 10 лет, по 8 лет националистам из этого батальона, которые на Донбассе пославились о военными преступлениями, жестокойся бажданством. Но потом, как ни странно, с началом уже этой войны, полномасштабной, скажем так, фазы, собственно говоря, Тордадоцы выпустили из тюрьмы, они пошли воевать в составе ВСУ, и из них кто дожил. Но это был, опять же, чисто показательный процесс, чтобы, ну, козолок ущения найти, показать, что мы вот боремся, и потом, чтобы можно было говорить, что не-не-не, у нас демократия. Злые языки говорят, что батальон Торнадо просто пытался наложить лапу на поток контрабанды всякой из Донбасса. Если кто не знает, там, в 14-15 году во многих городах Украины, ну, в частности, вот у нас можно было на базаре пойти заказать там за копейки холодильник, да, например, и тебе его там с Донбасса привезу. Вот. И злые языки говорят, что Торнадо хотел на этот поток наложить лапу. Поэтому, собственно, их так еще и показательно судили, то есть совместили приятное с полезным. То есть это тот же Азов, да, который, опять-таки, по российскому ИПСО, все это, естественно, неправда, отличался не меньше, чем Торнадо, но он был включен в состав национальной гвардии Украины, обласком властью, и сегодня, видя уже третьей штурмовой бригадой, является символом украинской военной машины, неостановимой и непобедимой. Я бы еще также отметила то, что вообще любая государственная власть – это аппарат насилия, будь то это власть российская, украинская, белорусская и так далее, и так далее. Неважно. И поэтому каждый гражданин, который нарушает законодательство, будь то статья за дискредитацию армии РФ, за терроризм, или же это будет просто статья за грабеж, хулиганство, смерть по неосторожности и так далее, то любой такой гражданин, он может столкнуться с пытками, с различными видами насилия, изберениями, в целях того, чтобы, например, заставить подписать тот или иной документ, дать те или иные необходимые показания. И здесь это не зависит от того, по какой статье ты идешь. Ну, практически не зависит, как показывает практика. Это скорее зависит от тех, кто тебя, так сказать, задерживает, от их подхода. Но то, что человек задержан именно по определенной статье за дискредитацию армии, это, ну, не делает его положение каким-то особо отличающимся, например, от того, кто там был задержан за смерть по неосторожности. Поэтому то, что к ним применяются какие-то особые меры во время задержания, там, во время содержания в СИЗО, такого у нас в России мы бы не отметили. О, кстати, Атарыч Компанира, а есть ли какие-то вот по политическим мотивам особое отношение к задержанным? Вы, по-моему, где-то говорили об этом? Да, да. Я как раз хотел еще вставить ремарку, наверное, важную для понимания ситуации в Беларуси, что если бы мы говорили об этом всем в девятнадцатом году, то я бы сказал, да у нас все нормально, у нас почти правовое государство, когда ты знаешь, за что тебя посадят, за что тебя не посадят. Да, может быть, запрещены какие-то митинги, но их можно обойти. В интернете есть свобода слова. То есть у нас после двадцатого года включилось внезапно что-то такое вроде доктрины шока Наоми Кляйн, да? Когда все просто в офигении, что они взбесились, и что вообще происходит, мы к такому не привыкли. То есть, конечно, наверняка, да, были по уголовным делам случаи там избиения задержанных, пыток и так далее, но чтобы это было массово, чтобы этим бравировали. Раньше можно было жаловаться на милицию с 2020 года, это абсолютно безрезультативно, потому что, как мы знаем, никаких злоупотреблений не было. Вот, поэтому, как бы, да, вот для понимания важно помнить, что происходит что-то такое, к чему мы очень сильно не привыкли, очень сильно удивлены. А прости, напомни мне еще раз изначальный вопрос, потому что я пока говорил, немножко забыл. Вопрос в том, есть ли какое-то вот к задержанным по политическим мотивам какое-то особое отношение со стороны уранов, скажем так, или наоборот к незадержанным, ну, вот мы в случае со Стерненко описывали, ну, важно сказать, что это особое отношение к некоторым? Да, да, конечно, как бы, причем это, опять-таки, никто не скрывает, это особенность ситуации, про это всячески говорят. Все знают, что если ты попадешь за пьяный мордобой, например, на сутки просто, да, то у тебя, это самое, будет матрас в камере. Как бы, если ты попадешь за какую-то политику, неправильную подписку в телефон или что-то еще, то у тебя не будет матраса в этом самом, в камере, и ты будешь спать на голой жесткой койке. Это абсолютно последние несколько лет общепринятая практика, которую знают все. Ну, и, как бы, у нас уже было несколько смертей политзаключенных. Иногда очень удивляет реакция некоторых российских товарищей, что, ай, да, это какие-то националисты, там, туды-сюды. Ну, окей, как бы, это националисты, но, понятно, что если к ним так можно, то если попадет туда коммунист за политику, то будет то же самое, примерно. И, как бы, по сути, эти люди умирают от плохих условий в тюрьме от не оказания медицинской помощи. То есть, там, вот, очень много было случаев с язвой. Язва прободная, язва перитонит. До больницы не довезли, либо некоторых довезли, они выжили. Существуют, как бы, какие-то специальные пометки, по которым, вот, персонал тюрьмы видит, что это политический, и с ним можно, как-то, ну, немножко это, и создать ему нехорошие условия жизни. Это, да, это общепринята практика, которую, опять-таки, никто не скрывает последние, там, вот, с 2020 года. Про язву перитонит вспомнилось. У нас в последнее время в военкоматах, ну, в ТЦК, очень часто люди помирают от язвы, от эпилепсии, от прочего, там, падают в припадках, бьются головой, а полы от этого тоже помирают. Вот, вот такая вот у нас сейчас ситуация. Но это, правда, не политзаключенные, это просто обычные призывники, вот, но с ними что-то в последнее время это удивительно часто случается. Ну, ты знаешь, у нас просто был вот случай, когда все-таки спасали человека с язвой, как бы, из политзаключенных, поэтому я предполагаю, что, может, это действительно язва, они его там убили, там, других, условно говоря. Потому что были случаи, когда откачали. Да, а у нас вот был вот буквально недавно в Одессе случай, что как раз мобилизованному в военкомате стало плохо, вызвали скорую, скорая приехала, спасла к водителю скорой и пытались его мобилизовать. Вот. Ну, это весь мир, наверное, видел, помню, да, видел эту новость. Да, кстати, тогда же многие наблюдательные товарищи отметили, что сотрудникам ТЦК, то бишь военкомата, ну, другим было понятнее, территориальный центр комплектации, оказывали поддержку, кто бы вы думали, неравнодушные граждане. Вот видите, какая у нас гражданская, хорошо развита и гражданское общество, то все неравнодушные и все пытаются помочь органам власти естественно. Я бы отвечала, вот, например, по делу можно привести там дело Бориса Кагарлицкого, и там весьма запутанная история, его осудили за... За оправдание терроризма. Да, за оправдание терроризма, но он нигде не говорил о том, что его, например, как-то избивали, пытали, то есть, ну, с такими явлениями он, например, не сталкивался. Потому что дело имеет широкую огласку и, естественно, если бы к нему было применено какое-то насилие, то об этом узнала бы и вся свободная Европа, и вся несвободная Азия и так далее. Однако, ну, вот, например, в отношении участников запрещенной у нас организации сеть, да, анархистов насилие применялось, ну, по крайней мере, их слов в ходе следствия непосредственно. Вообще, стоит отметить, что на, грубо говоря, применение насилия влияет не столько там твои политические предпочтения, сколько палочная система у нас применяемая у органов правоохранительных. То есть, если у товарища майора есть план по раскрываемости, он тебя за насильственные, за экономические преступления, за политические статьи, естественно, немножечко попытает. Но если, грубо говоря, есть какая-то политическая, широкая, общественная огласка, если какой-то прям задачи по-быстрому раскрытого дела нет, оно не обладает какой-то важностью, да, опять-таки, вспоминаем тоже дело сети, вспоминаем уфимского кружка дела, то никто тебя особо трогать не будет, если это ты, грубо говоря, не нужен, шибко прям. То есть, того же Антона Орлова, ну, насколько, по крайней мере, нам известно, к нему насилие не применялось, к Кириллу Украинцеву насилие не применялось, ну, насилие именно непосредственное, да, не просто, что он находился в СИЗО, его там перевозили, этапировали и так далее, потому, как бы, тут какого-то особого, особой избирательности в отношении политических, по крайней мере, мы об этом не знаем, возможно, узнаем. Ну, собственно говоря, Украине, пожалуй, опять же, та же ситуация, по, скажем так, внутренней стороне работы полиции, как и соседних странах, с другой стороны, ну, да, точно так же, все процессы, но и широкая глава, каких-нибудь братьев-канановичей судят. Братьев-канановичей, это, грубо говоря, главы КПУшного там самого, ЛКСНУ Украины, то там, само собой, их там тоже, вроде как, ну, понятно, что они на силу создания судов, на которых они появляются, они без разбитых лиц, и т.д. и т.п. Тут украинская система тоже делает вид, что она порядка, ну, как бы соблюдает правила привычия, стараясь. Если же вы, как бы, никому не нужны, то, как бы, собственно говоря, произвол следователей на два митра, и полностью. Это, как бы, не значит, что вас обязательно будут пытать, и т.д. и т.п. Это может быть тоже не надо следователям, но вполне молод, и, ну, куда вы будете жаловать, тоже непонятно. А с другой стороны, про условия содержания, ну, как бы. В случае случая Розим, я, например, знаю точно случаи, когда в одной из колоний в Украине корректировщики артагня, ну, в СРЭ, сидят в одном блоке с этими совершителями правил дорожного движения, то есть, как бы, не на каком-то там ослабоствовом режиме и т.д. Ну, само собой, это мелочь, это жертвы провокации, это, ну, такие-то там серьезные шпионы и не какие-то спирезные наводчики. А с другой стороны, как бы, тема ТЦК, вот, товарищ Шевден, да, задел, и то, как она сейчас превращается в пессивный орган. Это достаточно характерная ситуация военного времени, это самое страшное наказание в Украине, и не таковая, простыми словами отправка на фон. Поэтому, так как у нас, собственно говоря, мусское население, ну, как ни странно, вовлечено в политические действия, очень сильные, так как у нас по системе мусское население, стоит на учете в военном комиссариате, но поизу, она все еще, не все, но гражданский долг есть у каждого, то, если ты не сидишь спокойно и не прячешься, а что-то пытаешься фрова кащать, например, тебя просто могут сказать, хоть если ты у нас такой видный, заметный, и в отолезешь, так мы, как в ДМБ, ну, твой позады не двухподвиг определим, мы тебя на фронте поймем, будешь танцевать, да, скоптивность поймем, блядь, то есть у нас, как бы, вроде как запретический мотив тебя, как бы, не тронут, но формально, о, заметили, что ты такой хороший у нас военнообязанный, гражданин, что-то хочешь, тебя отправляют на фронт, но это касается не только тех, что-то требуют по поэтической части, это касается сейчас и рабочих, собственно говоря, на предприятиях, потому что, ну, работодатель, он должен передавать данные в ЦК, например, о военнообязанных своих рабочих, может передать, может нет, на предприятиях сатистического фарактера, ну, на которой есть бронь, площадок мобилизации, она тоже выдается индивидуально, как бы, распоряжение начальства, ни у одного рабочего, мы вот просто сняли бронь, и он будет подлежать мобилизации от рабки на фронт, ну, и также раздраняется типа демонстрации, вот у нас еще по полу, должен был быть про демонстрации, я думаю, про Украину тут, я уже по части сказал, что у нас в этом плане самый либеральный режим, потому что у нас нет даже какого-то закона отдельного о бубличных демонстрациях, у нас появились только статьи в Конституции, я тебе написал буквально то, что я сказал, когда выступал, там, минут 20 раньше, и из-за этого, кстати, такая коллизия тоже возникла сначала в обвинении, потому что так и непонятно, запрещены ли все-таки демонстрации в Украине военное время, или все-таки какая-то такая конституционная гарантия разрешены, ну, в итоге так к чему приходит, к тому, что, как бы, демонстрации, которые, короче, не провластны, на них вот-то может приехать бусик ТСК, и мы вас, мы вас не за политическую, как бы, позицию вашу упакуем, а потому что вы тут все военнообязаны, надо это проверить, и такое дело. Это с одной стороны, с другой стороны, провластные демонстрации, например, если вы митевуете с требованием перевести деньги местного бюджета с каких-то местных коммунальных нужд на нужды украинской армии, то такие митинги не только, как говорится, можно, но и нужно, они все цело поощряются. Если же, к примеру, как был случай в Одессе, по-моему, в 1922 году, когда был митинг жителей района за то, что им отключают свет, уже какой-то совсем абсурдно долго время, на несколько суток, хотя обычно таких отключений не было, то да, там даже был случай, что непосредственно уже в Украине это как бы достаточно серьезный сигнал, даже сама полиция непосредственно разогнала демонстрацию. Обычно в Украине полиция, особенно примерно вот со времен после Майдана, ну, скажем так, была всеопоказательная борьба с злочинной диктатурой Януковича, банду ВЭТ, когда там, ну, Евромайдан разгоняли силами милиции, а у нас же новая полиция, мы теперь не так, как раньше, поэтому какое-то время, так, после Майдана, полиция особо, так я выше говорил, старалась обычно не участвовать в разной демонстрации, я сейчас не считаю именно эпизоды борьбы с сепаратизмом, так сказать, я не в этом, я про общие тетякции гражданского протеста, такие стандартные, полиция обычно украинских толком не трогала и стояла в сторонке, сейчас уже этот тент тоже шел обратно, сейчас полиция тоже у нас в Украине начинает наглеть и снова принимать свою карательную функцию и занять демонстрацией, дубинками. А вот стоит, пожалуй, поговорить о свободе слова в наших странах, потому что, как известно, свобода слова является одним из признаков буржуазной демократии, по которой определяется прогрессивный у нас режим или нет с этими якобы левыми товарищами. Мне вот очень интересно на самом деле ситуация на этот счет в Белоруси, потому что с Россией и Украиной понятно, Украина ведет войну за выживание, поэтому у нас, как говорил наш прошлый главком, я не против свободы слова, але коли вона не заважает нам воевати. Вот, а так вообще я люблю демократию. Да, кстати, за такое же почему-то Путину индульгенцию не дают, я не знаю почему, потому что, наверное, он дякан. Вот, а вот в Белоруси, которая вроде бы в войне не участвует, так, серединка на половинку, как вообще с этим обстоят дела? Ну, в Белоруси война за сохранение существующего режима, и он ведет себя реально как на войне. То есть, за политику сажают там около 150 человек в месяц на уголовные сроки, и, как бы, значительная часть из них, это уже не за протесты, которые были в 2020 году, а за экстремистские преступления в интернете. то есть, появилось такое новое понятие, широкое достаточно, оно включает себя много чего. Ну, во-первых, это всякие там оскорбления властей, самые разные, во-вторых, это донаты неправильным организациям, подписки на неправильные каналы и так далее. То есть, список неправильных каналов постоянно обновляется, их там уже сотни. То есть, это, в принципе, если ты, там, не какой-то сверхгинь, даже держать голове тяжело. Поэтому, ну, со свободой слова сейчас очень печально, но, скажем, опять-таки, существует это пространство, догадайся сам. То есть, если ты вроде как не залезешь на делянку открытой критики власти, то про абстрактный марксизм ты можешь рассуждать довольно свободно. Ну, никто тебя за то, что ты поминаешь, там, Ленина, Сталина, Маркса, и, как бы, споры между Сталином и Троцким сажать не будет, совершенно очевидно. Вот. Поэтому, как бы, если ты ведешь себя хорошо, то есть, не критикуешь власть, то, как бы, ну, к тебе, скорее всего, претензий не будет. А если ведешь себя плохо, то тут вот как, когда это заметят, как это оценят, вот это вот непонятная серая зона. Ну, и опять-таки, если бы мы говорили пять лет назад, я бы сказал, что, да, у нас свобода слова почти полная в стране, потому что пять лет назад, до 2020-го, в интернете можно было говорить просто что угодно. Можно было даже и оскорблять. А просто интернет был нашим властям особо сильно не интересен. А вот, да, вот такой вопрос. Получается, это вот у вас все началось вот как раз в 20-м году, да, после вот этих чек-протестов? Да, да, совершенно четко система после протестов взбесилась, был заявлен тезис иногда недозаконов знаменитый, и началось вот это вот царство, этой серой зоны и самоцензуры, когда непонятно кого, за что и на сколько. Только догадайся сам и, как бы, естественно, человек думает о худшем и иногда к некоторым это худшее приходит. О, вот это вот, кстати, про законы, это вот высказывание Симонян, да, что когда надо законы иду пьесом, на самом деле, это самое марксистское, да. А у нас это высказывание Александра Григорьевича иногда недозаконов, мы не про Симонян, у нас всего есть. Ну, у нас тоже было по конституции на паузе, вот, вот в втором году было произнесено, это на самом деле, это все, вот, честно говоря, самое марксистское высказывание, что я слышал в жизни, потому что, что есть закон, да, это воля правящего класса, разведенная в рамках обязательного. Ну, если есть воля, то ты ее, извиняюсь, выполняй, а мы ее там запишем, не запишем, ну, то уже, как нам руки дойдут, запишем, не дойдут, не запишем. Слушай, я иногда шучу про открытую террористическую диктатуру силовичков. Вот этот смысл, открытая, она не в этом ли, когда ее не надо, эту волю не маскирует, она не маскируется законом, вообще даже собственный закон не надо отслеживать, оперативка силовика свободна, ты сам себе закон, и это постулируется как правильное. То есть, мы имеем, все-таки, по-моему, отклонение от буржуазной демократии, где, ну, все-таки свои законы, как бы хотелось бы хотя бы имитировать их исполнение, а не забить на них полностью. Ну, знаете, я всегда придерживаюсь мнения, что вот этот вот всякий уровень репрессивности, там, буржуазной демократии, да, сейчас товарищи, сейчас, буржуазной демократии, он больше зависит, честно говоря, не от того, что у нас там какой-то злобный тиран пробрался больше от входящих обстоятельств, в какой ситуации находится твой или тот или иной правящий класс, да, то есть, это как раз по России и Белоруссии лучше отслеживать, чем по Украине, потому что там у вас, собственно, люди не меняются уже много лет, да, у власти, а ведут себя абсолютно по-разному, причем переобуваются в прыжке и делают вид, что они вели себя так всегда. И оружие критики вам слово. Да, товарищи, касаемо свободы слова в России, здесь как бы такое положение. Естественно, что оппозиционные силы, в том числе левые марксистские, вы не услышите на федеральных каналах, вряд ли где-нибудь на телевизионной передаче будет выступать такой человек, однако тут вот что нужно отметить. Как же Соловьев, а как же Стас, что ты такое говоришь? Да, ну, собственно говоря, тут опять-таки к вопросу, насколько они коммунистичны, скажем так. Сто процентов. Но тут вот что стоит еще сказать. Касаемо социальных сетей, здесь как бы все более-менее свободно. То бишь, российский левак спокойно себе пишет статьи в Телеграме, выпускает видеоролики на Ютубе, сайты с левацкой литературой, вообще, в принципе, левацкие ресурсы существуют, и, скажем так, не очень-то и часто их сносят. Хотя такие случаи, конечно, есть. Поэтому я бы не сказал, что как бы свобода слова здесь в этом плане половинчато очень. То бишь, левак может вести агитацию, пропаганду, используя социальные сети. Тут еще стоит добавить, что за какие-то слова в интернете, да, те самые прессауты, статьи, за репосты, они как бы присутствуют. Но, на наш взгляд, во-первых, они присутствуют вообще в самой либерально-демократической демократии даже. Во-вторых, чтобы за такое присесть или получить хотя бы административку, нужно очень постараться, да, то есть ты можешь написать статью, где критикуешь капитализм, правящий класс в РФ, там, за, там, СВО, называешь ее империалистическим конфликтом. Вот, когда у нас, да, там было популярно, что давали сроки или же назначали штрафы за то, что ты называешь войну войной. Вот, кстати, это уже у нас как бы прошло, вышло из тренда сегодняшнего дня. Но, чтобы тебя за это привлекли, нужно прям, ну, постараться, то есть наплевать абсолютно на сетевую гигиену, прям, со своей личной страницы ВКонтакте, в каком-то там паблике подслушанно Краснодар написать там, вот какой путлер у нас тирана, силовики вообще оборзели, да, их там надо вообще сносить. Вот, вот, ну вот за такое, да, ты получишь либо штраф, либо срок. И, обычно, вот такие городские сумасшедшие делают это везде, то есть, в любой паблик, в любой канал они обычно это пишут, но обычно такие люди еще и с пикетами бегают у нас. Да, то есть, чтобы тебя за такое привлекли, обратили на тебя вообще хотя бы внимание, потому что ты, ну, просто обыкновенный шиз, это нужно прям постараться. В иных случаях за слово могут привлечь, если ты хотя бы что-то из себя представляешь. Опять-таки, вспомним Кагарлицкого, который написал пост про атаку беспилотников на Крымский мост, что-то там неправильно использовал формулировку и его привлекли за оправдание терроризма. Был еще случай, когда в Архангельске у нас пошел и взорвал себя анархист в отделении ФСБ. Ну, как бы, сам по себе поступок идиотский и нашлись люди, которые в открыто, публично, ВКонтакте репостили анархистские какие-то паблики, которые существовали, там, вроде народной самообороны и прочих, и которые вот это все действие оправдывали, действительно оправдывали. Ну, по сути, так и есть. Это оправдание терроризма, по-другому никак не зовешь. Естественно, людей, которые это репостили, поддерживали, их тоже привлекали, и несколько человек у нас за это и присели и получили штрафы. Но это, ну, совсем вопиющий случай, когда ты откровенно, ну, провоцируешь. Зачем это делать нужно? То есть, если же мы говорим все-таки о коммунистах, да, ни о городских сумасшедших, ни о просто людях, которым лишь бы что-то сказать в интернете и стать героями за страждание против Влады, да, как бы, ну, ты ничего не получишь, скорее всего. То есть, соблюдай сетевую гигиену, следи за тем, что говоришь, говори это правильно, верно, не напрашивайся на преследование, и ничего тебе и не будет особо. Я бы вот еще что сказал, товарищи, у нас левак очень богобоязненный, в каком отношении, очень часто можно от левых российских блогеров слышать фразы в стиле изопового языка, хотя на самом деле ничего особо критического, за что можно было бы их приплести, они не говорят. Но, собственно, тем самым они создают, скажем, такую ауру вокруг себя, якобы супердемонический режим у нас, который съедает за любое неправильно сказанное слово. Да, тут стоит вспомнить нашего любимого товарища начальства Рами Майснера, который в свое время получил уголовный срок за криминал, по-другому это никак не назовешь, и, видимо, с тех времен у него пошли палатки, что везде провокаторы, везде шпионы, везде майоры, и это транслируется на аудиторию. Это делается, естественно, не только им, но вот главный рупор вот такого вот богобоязненности перед эхе-хе начальством у нас является даровой друг Рами Майснер. Вот, это передается на аудиторию, аудитория это распространяет, и в итоге мы получаем левое движение, которое боится вообще что-либо говорить, хотя говорить, если правильно соблюдать какие-то элементарные правила конспирации, элементарную сетевую гигиену, такое говорить можно и нужно, иначе ты никак не сможешь вести коммунистическую пропаганду. Вот, но, однако, боятся чего-то, сидят, если кого-то там схватят за одно место, то все сразу прячутся, удаляют чаты, хотя, какой смысл в этом, если на вас уже собрали все необходимые материалы, как бы поздняк метаться будет. Тут вспоминается мемуары одного из участников народной воли, которые действительно находились в ужасных условиях самодержавия, когда ни о какой несвободе слова, несвободе печати и прочих свободах говорить вообще не приходилось. Говорил он о том, что в рядах народовольцев, народников, да, из-за того, что действительно находились провокаторы, очень часто было явление, что не провокаторы перед другом боялись что-либо говорить, потому что действительно было опасение у них, что охранка-то не дремлет. Из-за того рушилась работа, рушились связи между городами, кружками, между лицами, и работа из-за этого буксовала. То есть это явление, которое было у нас еще 150 лет назад, излишней, грубо говоря, предосторожности. Вот именно что излишней, из-за боязни непосредственно. То есть там, где она не нужна, от случая к случаю. Всякую ситуацию, всякое явление надо рассматривать в конкретике. Нельзя просто взять золотое правило, что нельзя ничего говорить и ничего не делать. Ну, тогда самый эффективный способ конспирации это ничего не говорить и ничего не делать. Действительно. Выход есть. Выезжаете за границей, как бы публичное лицо транслирует, в общем, достаточно открыто все. И не надо ойзопового языка, и не надо всего этого. Я, честно, недоумеваю, почему люди как бы... Ну, как минимум одна организация может позволить себе одного человека найти этого человека, который там программист может устроиться, который покинет страну и будет транслировать без самоцензуры. Ну, или вариант номер два. Вот как раз раз уж зашла тема, а сейчас там у нас Сарасалтовский хотел высказаться, а я вообще хотел задать вопрос, насколько вообще Левы и прочие оказались готовы к такому ужесточению. Вот сейчас посмотрим, что Сама хочет. Ну, я хотел озвить тему про соблюдо слова в Украине. Ну, для начала, конечно, то, о чем говорили последнее про медиа, но можно либо как РФУ, собственно говоря, вести. Мы-то в Украине скрываем, и при этом медиа ведем без зубового языка. Тут как бы две стороны медали есть, продолжают, уже сказали товарищи с оружием кредит. С одной стороны, если ты не будешь соблюдать конспирацию, будешь говорить все, что ходишь, вот у себя в стране, там, не прияк, запомоязыку и т.д. и т.п., то ты либо засядешь скоро, либо ты будешь говорить такие вещи, которые, ну, короче говоря, ты вынужден будешь говорить только то, что нужно лазить, так как ты будешь на крючке и не сможешь как бы просто ничего делать, надеюсь, все будет собрано. А другая сторона медалей, не меньше идиотизм, это как бы присесть на паранойю и зашифроваться так, что просто ничего не делать, ну, собственно говоря, ничего не делать, потому что страшно, опасно, невозможно вообще весь идей достигать конспиративы, а с другой стороны этим же то, что ты ничего не делаешь, этим же и оправдывать. И как бы ты и я ничего не делаю, потому что мне страшно, и мне страшно, потому что не хочу ничего делать. Вот такая вот получается порочный круг. Просто в это дело действовать с умом, как ни странно. Но это отдельная тема, возможно, чуть позже заденем или потом поговорим. Про свободу слова в Украине стоит сказать, что как сказал Черденко выше конституция на Паузе с другой стороны есть еще более популярная фраза, которая ушла в народ. Это фраза не на часе. Если переводить на русский, то это что-то типа не ко времени. Не сейчас, короче говоря. Это значит, что формируется, во-первых, господствующая медиаполе, такая идеология в нем, которая проталкивает, что, ну, короче, не время критиковать власть, кто там занимается критикой, там, разводит зраду. Это все российское ЦИПСО за 5 рублей и т.д. и т.п. Но, что касается собой возможности слушать и заниматься зрадой, то в Украине по свободе слова и каранию за репосты и т.д. и т.п. все следует, ну, повинясь на клевом удвижении, даем чек оппозиции примерно в том же форватере, который я в самом начале обозначил по уголовным статьям. Это подвести под оправдание российской агрессии, ну, в более там мягкой или там более жесткой форме, по статье, смотря, что человек сказал, подвести там под какую-то демонстрацию символики или еще что-то такое, там, тут пропаганду литарного режима. Ну, поняли, вот к таким статьям подвести. Сотеатроризм в Украине тоже есть, его тоже можно оправдывать, хотя прецеденты, когда именно ее выпускают в ход, политических сажать, еще не так много, но в Украине сама как бы тебе полиция, пожалуй, не так сильно развита, как у слова там в РФ точно за Беларусью говорить не буду, поэтому очень часто хотелось бы, хотелось бы карать. Я хочу сделать отсылку, что мы выпускали уже рабочий радар про телеграмм, и то, что у нас власть очень вводит запретить телеграмм, это, по-моему, сам амбулярный такой мессенджер в Украине, а в нем как бы каждый как возмущался у нас, вот да, голова, а он принесет его, ну сейчас же, как это так? В телеграмме каждый человек может создать свой канал и транслировать свое мнение, но вы что? Как-то это не правильно. Собственно говоря, возможности накрывать, каналы блокировать, и власти там адекватно нет, блокировать сайты тоже можно, у Кейнер полностью заблокирован весь Долин.ру. Ну, круто, но включаешь ВПН, и все. Вот и блокировка обходится. Украинские спецслужбы не такие широкие возможности, как им хотелось бы, по борьбе, например, в интернете со свободой слова. Но само собой, если ты будешь охарской сумасшедший со своим именем, фамилией, фотографией, писать в комментариях «Путин, прийди», то да, пожалуй, тебя заметят, и полиция тебя пробьет и за тобой выйдет. Но если ты не будешь палить номер телефона, а всего это да, это прям, собственно говоря, палить в полицию, тебе будет, например, тебя поймать уже очень весьма так сложно, короче говоря. А если ты не какая-то важная шишка, то еще и ничем нужно. Поэтому, кстати, это отчасти распространяется на деятельность у самого РФУ, так как, ну, как ни странно, у воюющего режима мы не являемся там как бы главной, его мугрозой, с одной стороны, с другой стороны, и на борьбе с нами мы не связаны такими предъявленными потоками, из-за которых следствием требовалось бы влазить в наши дела. Поэтому прихлопнуть так просто не получается, ну, из-за того, что конспирация на определенный уровень не соблюдается. А для взлома конспирации вот этой вот всякой... Ну, короче, киберполиция недоразвитая у нас, поэтому определенная окна деятельности для свободы слова в Украине есть. Да, я бы все-таки сказал, что это не из-за того, что украинский режим очень добрый. Вот, и очень демократичный. Я больше потому, что у него нет технической возможности тебя как-то особо ограничить, даже в том же Телеграме. Вот, хотя то, что говорил Компонера, проверять подписки, проверять это, у нас тоже такое практикуется, то есть, особенно в умовах военного времени, вполне тебя могут и на блокпосту, и просто проходящий мимо полиционер, вот, остановить и проверить твой телефон, посмотреть, на что ты там подписан, и что ты читаешь, и не пишешь ли ты ничего кормольного. Вот, да, а блогеров, которые не скрываются, которые говорят открыто, да, действительно судят, вот, допустим, Мирослава Лешко, например, а он вот как раз, он просто либерал, он вообще ни разу не коммунист. Вот, а по поводу эмиграции, да, товарищ Компонера хотел бы заметить, что вы как бы топите со своей стороны против белорусского режима, который в ЕС, так скажем так, не поощряется, а вот, кто, например, будет с каким-то активистом, который будет топить против Украины, вот это, кстати, очень интересный момент, вам как человеку, который непосредственно в ЕС находится. Ну, наверное, это к Шарю лучше задать вопрос, он как-то крутится, я пока так не умею, и еще не пробовал. Ну, Шарю это... Есть прецедент, блогер Шарей, который критикует украинский режим на свой лад. Ну, да, к нему там его как-то ищут, пытаются, но пока что, пока что он справляется и как-то это выскальзывает хитро. Смотрите, суть-то в том, что если ты будешь там, если ты не Шарей, допустим, да, который имеет достаточно суровых патронов, вот, и ты начнешь, если ты реально коммунист, интересоваться, что же там делают местные коммунисты, и может быть как-то и попробуешь им помочь, то ты очень быстро на самом деле столкнешься с тем, что, например, в той же Польше, да, например, законодательно тоже запрещена компартия и коммунистическая пропаганда и последствия для тех обходят, ну, плюс Венус, как в Украине примерно, ну, по Лейтове, потому что Польша сейчас не в таких суровых условиях находится, как Украина. Вот, и есть примеры, да, тех же Кольдов, которых запретили, повыгоняли, потому что партия сказала надо, что, правящий класс сказал надо в НАТО, парламент взял под козырек и поехали курды все к Кардагану в гости. Так что такая, тоже с эмиграцией очень скользкая тема, но раз уж затронули, вот, есть очень интересный вопрос такой, мы видим на самом деле, что ситуация очень стремительно поменялась, и никто не будет отрицать, что где до войны, где там, вот, чуть раньше, чем до войны, со всеми этими аспектами, там, свобода слова, свобода собраний, прочее, было как-то сильно полегче. Насколько, а в первую очередь, интересует левая, оказались готовы к такому повороту событий, потому что, вот, мы, в РФУ, оказались готовы, но к 13-му году мы были не, а вот, ну, учрение наш опыт, вот, товарищи из России, из Беларуси. Мы готовились к предыдущей войне, как говорится, то есть, ну, многие из нас, в том числе, даже я, предполагали, что, как бы, вот у нас есть риск того, что победит Майдан и будет, как сделают нам, как в Украине. Такой риск был, я думаю, что если бы он победил, то нам бы сделали, как в Украине, но к тому, что Майдан проиграет, а нам все равно сделают, как в Украине, мы были не очень готовы. И, как бы, ну, если я, например, вот, совершил маневр уклонения в эмиграцию, например, чтобы иметь возможность говорить, уж не знаю, как там, нравится кому-то это или нет, то, те, кто этот маневр не совершил, оказались в ситуации, когда им приходится говорить об абстрактном марксизме в вакууме. И это, наверное, свидетельствует, да, о полной неготовности нас к такому вот развитию событий, увы и ах. Ой, товарищ компонент, не могу не задать вопрос. Согласно последним научным данным марксизма-рудуизма, либералы никогда не запрещали коммунистов, ни разу в истории. Вот, все-таки, и вообще ему Певчев сказала, что она первый раз о таком случае. Возможно, Певчев, Певчев бы не запрещала коммунистов, допускаю, как бы, мне... Кто она такая, словно сатанисала? Не, я даже могу допустить, что в России такая ситуация, когда любой Навальный, придя в Кремль, обнаружив у себя ядерную кнопку, как бы, там, большую армию и все такое, начнет не делать у себя Украину, а проводить какую-то совершенно отличную политику собственную. Вот. Но в случае с Белоруссией, с Белоруссией, я просто очень, как бы, когда вот были эти митинги, все говорили, что мы ходили, и там эти люди прекрасные, они не хотят, конечно же, запрещать никакой коммунизм, они вообще к левым нормально относятся. И это правда, с этим тяжело спорить. Но проблема в том, что мы знаем там всех редакторов крупных СМИ, оппозиционных, всех руководителей сколько-нибудь значимых организаций, это все упоротые антикоммунисты, которые фанаты именно украинского сценария, которые попытались бы воспроизвести именно его. Вот как бы Рудой недооценивает, мне кажется, вот этот факт. Ну, он просто с ними не знаком, возможно, и он не знает, что там реально кодлоупоротых сидит наверху. Поэтому массу просто бы начали после победы обрабатывать в нужном ключе довольно быстро. Ну, я бы тут ставил только пять копеек, что, по-моему, тут дело весьма банальное. Почему так говорят? Почему им верят на слово? Тому особо, что когда либералы находятся, например, в оппозиции, это, кстати, касается и когда у нас боролись здесь с Вавилем, злошинного режима диктатора Януковича, то тоже говорили, что мы за демократию, за свободу слова. Ну, вы поняли, о чем я говорю. То есть, так же, когда, условно, либералы, по сути, это просто другая упрояка буржуазии, которая сейчас оторвана от кормушки государственной, пока она находится в оппозиции, ей нужно любым образом заполучить себе как бы наводные массы под контроль, побольше людей, чтобы их использовать для смены режима. Само собой, что там с рекоруба наобещают, и, конечно, никаких репрессий, ничего не будет, но это просто, не знаю, это какой-то, это детский обман. Очевидно, что, чтобы вам сейчас не говорили, когда они окажутся у власти, сама логика, капитализм заставит их запрещать коммунистов, заставит их водить репрессии, в ходе передела капитала им надо будет сдавить рабочих, и накинь его, надо, чтобы хоть каких-то стихийных протестов, никаким образом не возникла сама организация рабочих, чтобы они не осознавали свои интересы и не стали субъектом политики. Поэтому, очень скоро удар по коммунистам будет в любом случае, поэтому фанатами украинского сценария, кстати, в конечном учете, по подавлению тех же коммунистов оказываются и украинская власть, и белорусская власть, что позиционно, что нынешнее, и российская власть, тоже, что нынешнее, что позиционно, ну, условно, либеронизация такая будет, просто потому, что Книстан это буржуазная власть, и в той или иной мере, в зависимости от интеллектной обстановки, она будет, так или иначе, гасить все возможности пролетариата стремиться к политической власти и двигаться к своему освобождению. Что, как ни странно, включает репрессии против коммунистов, поэтому, как бы, очевидно, что они будут. Вопрос в тюковых формах и мягче-жёстче. Но, учитывая, что, как мы видим, идёт Третьей мировой войне и капитализация из тема, труды заходят в кризис, а злася для власти буржуази и всё больше угроз, то, как бы, вот мы видим, что во всех странах последние воды, так сказать, за последние десятилетия, что в РФ, что в Беларуси, что в Украине по разным причинам, но режим ужесточается. Но вы чувствуете национальную гордость от того, что Украина стала законодателем мод даже для самых антимайданных режимов? То есть, по сути, боролись с этим, суровость-несуровость режима больше зависит мне от того, кто конкретно этот режим осуществляет, да, тех обстоятельств, в которых он находит. Вот, то есть, у нас есть угроза, мы на неё отвечаем, как ни крути, коммунисты, которые, ну, хотя бы там, насколько успешно другой вопрос, но продвигают вопрос свержения вообще всех текущих порядков, вот, насколько успешно сейчас не будем об этом говорить, но они в любом случае угроза и весьма наивно полагать, что на них никто не будет обращать внимания, ну, просто, а почему бы на них не обратить внимание? Из-за того, что мы верим в дух демократии, потому что, да, как там, это классика, я с вами не согласен, но готов умереть за то, чтобы вы выражали своё мнение, так как-то, увы, в реальной жизни не совсем работает. Да. Товарищи оружие критики, может, вы что-то скажете? Да, мы бы отметили то, что вообще у нас вся эта история с различными митингами, с различными выступлениями, она в основном связана с либеральными какими-либо собраниями и протестами, они в основном вот происходили до 20-го года, то есть до ковида, вот, затем, соответственно, с принятием всех этих антиковидных мер всё это дело поутихло, но затем уже в 21-м году это всё вновь возобновилось, вот зимой 21-го года были довольно полномасштабные митинги, вот, проходили, ну, они в довольно классической форме, то есть с разгонами от полиции, что, естественно, и закономерно, и были связаны как раз-таки на той волне вот выхода ролика Навального про дворец Путина, если не ошибаюсь, это было вызвано именно этим. этим и его арестом и сроком, то есть тогда выходили за него и за свободу политзаключённых, ну, по крайней мере, так левые представили это. Я бы ещё вот что отметил, товарищи, что понимать под собранием, если мы понимаем демонстрацию, либо митинг, либо пикет, тут ещё под собраниями нужно иметь в виду, ну, допустим, возьмём ту же кружковскую деятельность, то есть по факту с кружка никто поодиночке не расходится, и, собственно говоря, никто не постучится в помещение, где проводится кружок и никто никого не упакует. Как бы в этом плане левым можно спокойно собираться и заниматься тем, что изучать. По крайней мере, пока, да. Ещё добавлю, что вот у нас как-то с юридической точки зрения это весьма запутанно, да, как бы, например, во время ковида не водилось у нас режима чрезвычайной ситуации, хотя по нашему федеральному закону как бы это должно было быть, но власть решила как бы и рыбку съесть, и... ну, поняли, в общем. Вели у нас режим повышенной готовности. Что это такое, никто не понимал. Федеральная власть пустила вот эти все полномочия в регионы на откуп губернаторов. Вот, например, у нас в Краснодаре вот этот режим вели, и его постоянно продлевали. его продлевали вплоть до начала войны. То есть, как бы, по вот этому режиму повышенной готовности никакие митинги, собрания проводить было нельзя, там, главную улицу у нас до сих пор не перекрывают по выходным. То есть, например, у нас постоянно была ситуация, что вот улица Красная, например, у нас перекрывается по выходным, и люди прям вот по дороге ходят, там, шествуют, там, гуляют и так далее. То с режимом вот этой повышенной готовности с апреля 20-го года это все прекратили, и как бы все и забыли про это, собственно говоря. В 21-м году все вот эти ограничения ковидные начали постепенно снимать. Тут, кстати, стоит отметить, что во Владикавказе в начале вот как раз-таки ковида был митинг против ковидных ограничений. Вот тогда туда антиковидные шизики набежали, недовольные просто граждане, там погром устроили небольшой и так далее. В 21-м году начали на это все забивать и что власти, что население, и как раз-таки в связи с посадкой Навального вот был самый крупный митинг с начала 20-го года, ну, сравнение с доковидными митингами, так скажем. Там можно вспомнить Ижевск, где наши леваки заявили о том, что вот мы перехватили протест, мы такие молодцы, но там по сути РСД, РРП, колонна впереди всех шла, побольше людей согнали и все, на этом как бы закончилось. Ну и постепенно это все перетекло в начало нашей военной операции, когда вот прошло несколько буквально акций протеста, там понакрутили около 3000 человек по всей стране, но в основном у нас, когда задерживают на несогласованных митингах и демонстрациях, как бы задерживают и отпускают уже в участках, лишь некоторые доходят до административок и еще более немногие доходят до уголовных статей, то есть в 22-м году в начале там вроде около 50 или около 100 человек, я точно не могу сказать цифры, но вот до уголовки их довели, хотя всего задержано было в районе 3-4 тысяч, вот. И опять-таки у нас свобода собрания относительно все равно присутствует, вспомнить можно недавнешний митинг Красного Поворота в Новосибирске, они с мэрией согласовали его, они поставили там транспаранты, согнали КПРФников, дедушек, бабушек и там зачитали, что там надо идти на выборы, надо там голосовать против Путина и так далее, то есть такое у нас как бы разрешимо, но какая-то демонстрация прям политическая, когда выйдут все затребуют диктатуры пролетариата, там сокращение рабочего дня, ну во-первых в этом необходимости нет и на него никто не придет, можно конечно нагнать активистов из политических организаций, но получится что-нибудь а-ля Казанская демонстрация в Санкт-Петербурге 1876 года, когда 300 человек пришли непонятно на что, покрутили организаторов и выдали им там тюремные сроки, все, как бы в этом смысла нет, если массы сами не тянутся до такой активности, если мы на предприятиях не наблюдаем активности со стороны рабочего движения, там уже как ее наводить это отдельно немного вопрос, но без этого проводить всякие демонстрации шествия, ну абсолютно смысла нет в данный момент, то есть даже либералы этого сейчас не проводят, во-первых, в силу того, что их по сути разгромили, они все разбежались после посадки нескольких человек, во-вторых, даже они в этом никакого смысла нет, ну не видят и больше сейчас напирают на связи с господствующим классом, не забываем про Фридмана, по-моему, и как же этого, нашего любителя донатов, Волков, Волков, вот, так что относительно, грубо говоря, свобода собраний присутствует, юридически она как бы ничем практически не ограничена, но не стоит забывать о том, что а, в этом нет необходимости для коммунистов и, Б, в данный момент как бы все равно найдется статья, за которую привлекут тебя, то есть это все стороны понимают и как бы какой-то общественный договор какой-то, вот, грубо говоря, присутствует. А, товарищ компонент, я так понимаю, в Беларуси сейчас вообще нежелательно собираться больше одного человека, и как это организовано? Вообще иногда нежелательно собираться одному, потому что есть курьезные случаи, когда фотографии в квартире трактовали как одиночный пикет, то есть если вот взять БЩБ флаг, сфоткаться в квартире или там не знаю какую-то надпись, то это может быть трактовано как одиночный пикет, а пикет одиночный это не санкционированная акция. Были какие-то курьезные случаи, когда татуировка трактовалась неправильная как тоже пикет, собственно. Поэтому тут вообще все очень сложно. Ну и как я говорил вот это пространство непонятного. Марксистский кружок собирается, собираются они периодически в реальности и кто-то вроде никого не хватали пока. Но с другой стороны опять-таки был случай когда киношники обсуждали в кафе свои какие-то показы там еще чего-то и пришли всех упаковали на 15 суток. То ли там были какие-то люди среди них неправильные, то ли вожа под хвост попала, то ли это было для того чтобы поддерживать это пространство непонятного, когда ты конечно собирайся в кружок, но помни про киношников. Поэтому ответа прямого на вопрос можно или нельзя нет. Но если ты хочешь гарантированно не поехать, то лучше не рисковать. А вот допустим какие-то провластные митинги, потому что у меня сознается впечатление, что в Беларуси вообще просто сиди, начальство не велело и типа вот у нас сейчас такая же ситуация, должны будете там попитетировать за то, что дайте больше денег на ЗСУ и то к тебе, если ты там ни с кем это не согласовал, будут вопросы. Ну, у нас есть провластные мероприятия, есть там, например, компартия единственная лицензированная, которая поддерживает все решения, но она проводит все как бы мероприятия знаковые для коммунистического движения. То есть 1 мая, 9 мая, 7 ноября, вот они возлагают цветы к памятнику Ленину. Я думаю, если ты к ним придешь возлагать цветы, то никто тебя винтить не будет. Можно там рядышком встать и походить, если тебя такое устраивает. Оппозиция напишет, что это старые идиоты, как бы смысла особо никакого, но если вот просто сильно хочется, то, наверное, можно. Есть какие-то провластные мероприятия, в смысле публичных акций, на которые собираются какие-то там активисты БРСМ, ну это такой типа союз молодежи у нас, если кто не знает, тоже лицензированный государственный единственный. Например, когда вот эти СВО начиналось, что-то вот такое любили под американским посольством поставить этих чудаков, чтобы что-нибудь покричать. Но я уже не знаю, туда вообще можно со стороны зайти или там специально отобранные люди в этом участвуют. Ну а тогда особо не приветствуется это. Ну примерно да, вот то есть так как-то от души, кстати, про специально отобранных людей. В молодости я занимался всякими такими непотребствами вроде хождения по митингам, это вот, кстати, на заметку тем коммунистам, которые говорят, что надо присоединиться там к протесту тудым-сюдым, просто если ты приходишь на чужое какое-то мероприятие, к тебе обязательно подойдут и спросят кто, от кого и могут либо послать, либо там сказать, ну иди там где-то в уголочку стой и не отсвечивай. Я хотел еще сказать, что может быть у того же Рудова возникли определенные иллюзии относительно белорусского протеста, потому что белорусские левые ходили в двадцатом году на эти массовые мероприятия, ходили, раздавали листовки и на самом деле низовой вот этот вот не актив, а просто люди, которые офигевшие от ситуации вышедшие, они довольно доброжелательно все относились. То есть никто не подходил, можно было напечатать этих листовок и раздать, все еще говорили, что да, вообще, как бы вы с нами, вы замечательные парни, просто как бы обычные люди это одно, а организаторы это другое, про это иногда забывают, и у организаторов может быть они вступят на втором ходу и начнут несколько менять настроение в массах, я бы так сказал. Вот, но в принципе да, можно было ходить и как бы это влияло на позитивное отношение к протесту. Товарищи с Кубани хотели рассказать еще про митинг либералов в Краснодаре. А давайте, давайте. Тут да, про митинг либералов и про провластные, немного про провластные все-таки скажу, что за Гойду у нас на митинги собираются, естественно, это и в Москве практикуемо, и в регионах. В Краснодаре у нас осенью 22-го точно такой был, на нем даже поучаствовал, можно сказать, ну, постоял просто поофигевал, я просто мимо проходил, товарищи точно говорю, не подумайте. Ну, небольшие они как бы относительно, ну, по крайней мере, у нас. Это вот был момент, когда Запорожье, Херсонщину, Запорожье без Запорожья, Херсонщину без Херсона принимали в состав нашей федерации. Вот, там, ура-ура, вперед, добьем врага, ЗВ, все такое, как бы, ну, они немногочисленные, там всем относительно было пофигу, согнали туда студентов, бюджетников, и самые такие ярые ура-патриоты там, естественно, тоже были. Эдак человек на 250, наверное, это на главной городской площади было. Про либеральный митинг у нас. Это было осенью 21-го года, у нас есть площадь перед законодательным собранием, и вот, как-то мы после занятия вышли на эту площадь и смотрим митинг. Мы, как бы, про него вообще ни слухом, ни духом были. Смотрим, стоит человек, ну, эдак, наверное, 800, тысяча, наверное, даже. Везде стоит кордон, стоят эшники, откровенно говоря, потому что, ну, ребята кучкой стоят в кожанках, в джинсах и в подкрадулях. Ну, очевидно, что это эшки были. Стоят там, даже никаких матюгальников не было, где какие-нибудь говорящие гулы говорили бы там Россия без Путина там против коррупции. Просто люди стояли, махали флагами, все. Мы буквально провожаем товарища, отходим на 20 минут, возвращаемся через 20 минут на площадь посмотреть, ну, может там что-нибудь будет все-таки. Возвращаемся, площадь пуста, просто пуста, никого нет. То есть, до этого стояло тысяча человек приблизительно, мы возвращаемся буквально через 20 минут и никого уже нет. Вообще никого. То есть, и не было никаких полицейских гонений, чего-то еще. Мы потом просто увидели в чате координационном либералов, что они говорят, дескать, ребята, все закругляемся. и, видимо, как только народ увидел, что все закругляемся, все поспешили вон с площади удалиться. То есть, полицейские даже стояли, как бы, кордоны с таким каким-то потерянным видом, типа, возможно, надеялись разгонять, кого-нибудь задерживать, а не повезло, не фартануло, потому что люди сами по себе просто рассосались, потому что организаторы митинга сказали, все, сворачиваем лавочку. Немного это было, если честно, удивительно наблюдать все. Весело, Сава Солповский. Ну, я бы вот эту задетую тему про надо выходить на митинги ради митингов, или там надо поддерживать политзаключенных ради поддержки политзаключенных, или надо ходить на выборы и, не знаю, там, портить бюллети, не сказать, не бенериционного кандидата, просто ради того, чтобы ходить на выборы и свою позицию обозначать. Это, кстати, затронутая нами выше тема про надо не рада конспироваться, тоже вид как бы идиотизма, а чисто такой упоротый акционизм, когда мы повторяем одно и то же действие, когда мы протестуем ради протеста. Это не мыстоя, когда мы не выстраиваем какую-то стратегию умную, куда мы сейчас консенсируем усилия, как мы развиваемся, какие наши методы такой редких эффект, если это не в толп, вместо этого никакого анализа нету, просто повторяем одно и то же. А кто отказывается, призывает на очередной беспрессивный митинг, или поддерживает очередного политзаключенного, который, ну, если человек, к примеру, ну, условно говоря, пожалуй, наш пост по сиротюку, например, саму, из-за нас считался с последним в Украине. Ну, если человек, как бы, идиот, то зачем нам его, так сказать, просто, вольно поддерживать ради поддержки, куда важнее сделать выводы, из его ситуации не повторять ошибок. Собственно, это касается и всего. Нам уже не протеста, а депротеста, а осмысленное действие, направленное, ну, я думаю, вы понимаете, к чему именно. А подложая свободу собраний, да, товарищи, за оружие кредит и задели, такой взят, который, я, кстати, не подумал, что он есть, это про кружки, про такове собраний, но в Украине сыграться толпой легально, для этого никакой регистрации не нужно, но, само собой, если вы публично гуляете о своем кружке, к примеру, марсистском, то будьте готовы, что возможно заметить просто местные неравнодушные права тебе прийти и избить, например. Ну, к этому надо быть готовым. И поэтому, кстати, ну, в Украине это более подкойное обычно собрание, если, само собой, никто не знает, и вы собрались, и, скорее всего, к вам не придут. Но, тут, кстати, очень важный, вот еще аспект, вот чуть не упустил, который важно, пожалуй, в подкасте отнедить, потому что об этом мало говорят. Но в Украине есть и проластные леваки, социалисты, некоторые из них самые снятые, может, даже коммунисты не себя считают, ну, троскисты, например, которые действуют вполне легально. Такие социал-демократы к нему точно есть в Украине. Просто они, пожалуй, мало изместла в узкоязычном медиаполе, потому что они подкармливаются от европейских грантов, типа фондов за Люксембург, от фондов на Гранте живут. И, соответственно, они окучивают, с одной стороны, западную аудиторию преимущественно, западное левое движение, то есть там буквально у них квик-материал на английском и выходит. А с другой стороны, они очень уважают власть чрезмерно, они считают, ну, как ни странно, вот социал-демократы украинские, оппозиционные, типа, мы не за Зеленского, мы за, как бы, социальным тиранским государством, то есть они дошли до того, что мобилизация нужна, только правильно, мы же боремся за буржуазную демократию, значит, можно, значит, короче говоря, движение уклонистам неправильное, нужно всем идти на фронт. Когда-то водой уснеивал, например, социал-фашизм же типа, да, да, это все сталинские билеты, теперь смотрите, кто у нас сейчас в Украине, как ни странно, громче всех, поддерживает мобилизацию и критикует вот это вот уклонение. Тут спелись, с одной стороны, откровенные фашисты, националисты, которые поддерживают власть правых, и тоже, как ни странно, украинские провластные социал-демократы, которые тоже говорят, что не, 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 мы сейчас воюем как бы против агрессии за незалежную украинскую ужасную демократию и свободу. Поэтому, какое уклонение, Дарми, наоборот, ВСУ надо поддерживать, а Зерезку не критикуют только за то, что, понимаете, капитализм не дает эффективно воевать и противостоять агрессии. Вот это вот коррупция, и проще вот ее бы устранить там, антисоциальные реформы не проводить, упасть, делать и была бы вообще красота. Но это не просто отговариваются, ну, кому-нибудь все равно их слова. И потребовать списание долгов Украине. Да, 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 еще хороший аргумент, когда им говоришь, типа, а вы за западный капитал? Они говорят, да какой за западный капитал? Мы же требуем, чтобы Украине списали все долги, и она вышла из-под влияния этого МВФ и ЕС и США. По этому мнению, мы не про западные. Но это так, это один плюс программе, а на практике самое главное в итоге, это поддержите Зеленского, донайте АЗСУ, собирайте долги. Ну, вы поняли. Так вот. Да, кстати, еще очень важно, конечно, я думаю, это тоже мы вновь и замечали, что они, вот, ну, товарищи, это такая создемовская тема, что они критикуют ни капитализм, но вот неолиберализм. Вот неолиберализм уберем и зажирем. Если вы левый, и вы поддерживаете украинскую власть, можно же как бы говорить, что опыт социализма у СССР был порочный абсолютно, никак преемственности к нему не имеем, не наследуем ему, поэтому все, статья о том, что вы пропагандируете тоталитарные режимы в СМВ, вам уже неприменимо. А российской агрессии, так просто говорите, что мы, как бы, мы не за Зеленского, вы не поймите, нам за державу обидно, мы за свободный Украин. И все, к вам тоже никаких вопросов не будет. Конечно, СБУ вас на карандашик возьмется, им поведут беседы, вы тоже будете подконтрольные, но создеть вас в Тюрьму никто не будет. А при этом позиционировать себя социалистами, коммунистами, транскистами, да пожалуйста, никто вам не мешает. Даже, может, и хорошо для ласти, что вы такие есть, потому что можно в нужный момент ткнуть на вас и сказать, так посмотрите, в Украине не задали на левое движение. Мы дали им просто этих, дожавных зрадников, а не левых. Они никакого отношения ни клеон движения не имеют. Это про как ТЕФУ напрямую полифроссийскую агрессию, так и левым нашим атипа РФУшного, которые коммунисты и интернационалисты. Так что это важный факт, в Украине можно быть легальным еваком. Они легально собирают свои там, ну как они своих медиа даже на какие-то свои там собрания, свои там яйца читают публичные. Бывает, ведут очень важную борьбу, например, в 1922 году было, когда условно есть сеть, по-моему, сеть наливочных, как вообще говоря, пьяновышня, и там стилизована типа ножевскую грудь, наложена вишня. Ну и понимаете, как это выглядит. Вот злостные митинги, чтобы поменяла компания логотип, например, проводят украинское легально левое движение и одновременно поддерживают мобилизацию. А темы, они, кстати, простые граждане, как ни странно, организовываются стихийные выступления против мобилизации. Потому что когда все-таки вопрос стоит умереть за этот режим или попытаться от этой смерти уйти, то многие люди тут как бы срабатывают уже такое прям серьезное состояние, что за эту черту обычные граждане, которые там не являлись левыми и близко не осознают их еще своего положения. И в голове может быть очень большой процент буржуазной идеологии, но тут как бы чуйка, что называется, срабатывает, что это как бы уже перебор. И поэтому мобилизация нас в стране массовое недовольство, схлынуло этот энтузиазм, там, начало войны, условно, я кровопогонная была более-менее эффективная, срынула волна добровольцев, украинская потерпела несколько важных поражений, фронт стал позиционным, и поэтому, а до времена народ-то кончается, мероприятия по закручиванию для мобилизации улучшаются, и да, в Украине часто явление сейчас, и как часто, но есть тенденция такая, то выступлением пухлянтов, к примеру, там, в селе Космачево на Франковской области была история, когда жители села напали на людей, потому что думали, что они от ТЦК приехали и организовали на въезде в село Блокпост, чтобы не пропускать ТЦКшников в село, или недавно был митинг в Запорожье, который был разложным, тоже против мобилизации, но тут на митинге смотрите, что опять же распространяется на демонстрации в Украине, во-первых, то, что это же, как в известном фильме ДНБ говорилось, косить дома надо, впрочем, это на любителя, вот да, во-первых, это не странно, многие ухолянты боятся даже на улице, ухолянты это уклонисты, те, кто уклоняются от мобилизации, боятся даже на улице выйти, не то, что там на митинг, или готовы ходить по улицам, то есть они на митинг, а с другой стороны, нелогично, что власть кого на митинге не закрутит, того же потом и отправит на фронт, поэтому, как бы, движение тут тоже не имеет такой характер, что выступления будут и только понарастающие, и ухолянты массово включаются в протест, вот такая, пожалуй, ситуация в Украине по собраниям на свободе слова. Давайте тогда будем потихонечку закругляться, перейдем к выводам по, грубо говоря, политическим свободам, скажем вот так, прямо за что тебя спакуют, за что не спакуют, и как тебя накажут. Ну тут мы выскажемся, как бы мы уже говорили про то, что коммунистов и левых у нас крутят только в каких-то чрезвычайных случаях, ну, относительно, да, то есть, когда человек не соблюдает сетевой гигиены, когда он на показ может выйти на площадь с транспарантом, когда, я не знаю, он может что-то там такое ужасное зарепостить, но в основной массе репрессий каких-то массовых у нас нет, как бы кому не хотелось объявлять там страну нашу фашисткой или там объявлять самодержавным режимом, вот у нас Путин царь сидит, это прям как сто лет назад, литерали 1984, но, к счастью, нас и, к сожалению, у некоторых воображенцев такого у нас нет, потому что логично будет понимать, что противодействие рождается против действия, то есть, если коммунисты не представляют у себя сколь-нибудь серьезные угрозы, вообще любой угрозы режиму, то и нет смысла стрелять из пушки по воробьям, если коммунисты не могут поднимать рабочие коллективы, если они не объединяются в серьезную организацию, которая может давать по зубам властной пропаганде как-то систематически прямо, неразрозненно, если они обладают там сетью мигрантских СМИ, допустим, и так далее. Ну, список вот этих каких-то угроз для государства, ну, пусть государство определит, время покажет, я думаю, это. Но, когда люди сидят по кружкам, выпускают контент, где боятся сказать какое-либо слово помимо эзопового языка, то, а за что таких крутить? Они призывают сидеть людей, смотреть стримы, на видео, заниматься максимум в кружках. Это в лучшем случае они предлагают заниматься. Это, наверное, один из лучших призывов, который сегодня может вообще звучать. Занимайтесь систематически, занимайтесь коллективно, занимайтесь дисциплинированно и делайте это постоянно. Это, наверное, один из лучших призывов, к чему можно призывать сегодня у нас в стране. Но, в основном, мы видим, что у нас есть блогеры-одиночки, у нас есть разрозненные организации, которые максимум могут участвовать в каких-нибудь эко-протестах, в ТСЖ, в товаристве жильцов, на каких-то митингах дольщиков и так далее. Это, в основном, кстати, занимается КПРФ, Комсомол, каким-нибудь там РКРП, то есть провластные социал-шовинистические, подчеркну, организации. За то, перехватывать это надо, как это сделать и так далее, мы сейчас говорить опять-таки не будем, это тема для отдельного разговора все-таки. Но, итогов можно подвести, что репрессии начнутся тогда, когда коммунисты будут представлять из себя не гипотетическую угрозу. Когда речь заходит за то, что, когда применяются репрессии со стороны господствующего класса, это является там фашизмом, или это фашизация, или это самодержавный строй, там феодальная жестокость. нужно понимать, мы эту мысль уже вот у нас, например, на канале отражали неоднократно, что любая, даже демократичная, самая либеральная власть, это власть, это аппарат насилия. Естественно, если будут в отношении него какие-то поползновения, он будет на это отвечать. Это свойственно любому режиму, это свойственно и европейским демократиям, так называемым, и американской мечте, и России, Украине, Белоруссии, и странам Азии, и Африки. Это есть такое везде. Тут просто самое ключевое, насколько это представляет угрозу правящему классу. Если эта угроза гипотетическая, то, конечно, кому-то из правоохранительных органов может показаться, что да, вот этого сейчас винтим, потому что в дальнейшем он может что-то там такое выкинуть. Превентивные меры никто не отменял, но это оттюдь не означает, что начинается какое-то там становление фашистского режима. Каждую репрессию объявлять именно фашизацией. Это весьма глупо, потому что, как отмечали коммунисты на собрании Коминтерна из полкома в 33-м, если не ошибаюсь, или в 34-м году, товарищ Шваб из Германии, он говорит про то, что глупо будет называть всякую репрессивную деятельность любого государства началом там фашизма, потому что тогда у масс, в том числе и у активистов, появится такое мнение, что фашизм это не такое уж и страшное явление. Кого-то повинтили, кому-то административку выдали, кого-то в тюрьму заключили, но это же делается не массово, это же не так страшно, а если я буду просто там говорить или вообще не буду ничего делать, ко мне ничего такого не будет, и как бы усыпляется бдительность таким образом, это очень пагубное явление. Нужно просто адекватно понимать, что да, репрессии есть, они будут, и это все происходит в рамках все-таки буржуазной демократии. Даже самая демократичная демократия, это все равно аппарат насилия, и соответственно он его будет применять. Как бы мысль достаточно простая, но почему-то у среди российских левых она никак не дойдет. Либо возможно кому-то просто выгодно держать в какой-то панике аудиторию, что у нас фашизм, давайте, пожалуйста, поддержите, а то меня сейчас посадят, а мне передачки наносить. Ну, возможно и такое. Слово товарищу компаньера, да. Я немножко не соглашусь в одном аспекте с предыдущим оратором, потому что я боюсь, что вот это утверждение, что нет нет угрозы, нет репрессии, для этого надо представлять из себя чего-то там, это может оказаться очередной такой штукой, к которой мы оказались не готовы. Я боюсь, что мы окажемся не готовы к такому, назовем это эффектам 37-го года, когда системе просто начал больше не с кем бороться, то есть самых главных врагов, они вроде запрессовали, а поддерживать вот этот уровень, ну, то есть нас сажают, да, 150 человек в месяц, когда-нибудь закончатся змогары, и очень есть, мне кажется, вероятное, что вот эту планку в 150 человек в месяц продолжат поддерживать даже и без змогаров, просто переключившись на кого-то другого, ну, отчетность, ну, привычные показатели, там надо как-то расти, опять-таки, как и всем, поэтому, мне кажется, надо быть готовым к тому, что репрессии могут быть даже против тех, кто угрозы не представляет, вот, а так, ну, мы начинали беседу с того, что говорили, что какой, какой режим более реакционный из нас, какой более прогрессивный, я на самом деле так и не понял, потому что все хороши, но, как бы, у меня есть тезис, что наш, он самый раскрепощенный и бесстыдный, что ли, который, как бы, меньше всего условностей придумывает для объяснения своих действий. Ну, про прогрессивность я с сарказмом говорил, да. Товарищ, если можно, я тогда добавлю, отвечу товарищу из Беларуси, мы же не говорим о том, что не надо готовиться, мы как раз-таки утверждаем и утверждали до этого в наших материалах о том, что готовиться как раз-таки надо, то есть у нас сейчас условия позволяют подготовиться к будущим изменениям, трансформациям в государственном репрессивном аппарате, то есть сейчас, когда у нас есть возможность собираться в кружках, изучать теорию, организационно расти, мы должны эту возможность использовать, чтобы быть готовыми. Вот. Да. Так, давай, Савва, потом я и закругляю. Я насчет политических репрессий против левых Украины пожалуй сказал, что массовых репрессий против левых Украины нет, потому что в Украине нет массового левого движения, а масса тех из левых, кто все-таки в Украине есть, левыми, пожалуй, являются только потому, что они сами себя так могут именовать. Я говорю про КПУш, КПУш мы поговорим эту тусовку и КПУшник, ну вы поняли, КПРФник, он же как-то официально в Белогусской Кумпартии называется, но это не левый, откровенно говоря. Другая половина это левак, который прозападный, грубо говоря, украинский, но это тоже не левый. Так-то евых интернационалистов, то есть коммунистов в Украине мало. Основные зубпированные вокруг РФУ, ну и за счет того, что мы стараемся действовать разумно, то нас и ПСИ жесточайше прямо, не касаясь даже не потому, что нас не хотят уничтожить, просто потому, что мы не первые на очереди раз, во-вторых, потому, что мы не хотим подставляться, чтобы нас уничтожили. Действуем разумно, чему как раз и призываем всех остальных и вроде как все здесь собравшиеся. И об этом уже раньше говорили. Я хотел бы уже так как чуть больше завершая это все сказать, что по поводу фашизма и фашизации на самом деле, ну, мы это отмечали, у нас с товарищем Маяком был подкаст вообще на тему фашизма, в этом, в принципе, подмечали, что на самом деле в фашизме-то нет ничего, чего нету в капитализме вообще, просто эти все тумблеры уже на максимум выкручены, вот, а иногда уже зашкаливают. вот так на самом деле это все в общем и целом фоновая жизнь. И по поводу фашизации это ж не так же что она происходит, что вы легли спать, проснулись, тумблер, рубильник кто-то дернул, у вас штурмотайл, она уже бегает по улицам, да, и всех избивает. Они же по тиху. А у нас почти так и получилось. То есть буквально ночь рвутся гранаты и как бы начинается черти что, типа, блин, хорошо, что... Не, ну подождите, к этому на самом деле это шли-шли и пришли, да, и кто-то зовет, кто-то потренировал, кто-то на улицу потихонечку выпускал, сначала малыми группами, потом им оружие выдали. Вот, так что к моменту, когда уже они кого-то бьют, они уже как бы есть и готовы. Вот в чем дело. Ну, понятно. Да, и поэтому и мы должны быть к этому готовыми. Пожалуй, выбрать, да, на самом деле из наших режимов достаточно сложно, да, это, ну, это изначально больше такая саркастическая была заявочка, потому что у нас все последние два года только темы заняты, ну, как все. Многие только темы заняты, да, что ищут какой же режим более прогрессивный, кому же отдать предпочтение. Вот, вот, а на самом деле мы видим то, что, то, как ведет себя режим, ну, в первую очередь зависит от того, в какой ситуации он находится. Государство, вот, как товарищи отвечали, аппарат насилия, и его задача в первую очередь защитить себя, ну, и бенефицаров себя, то есть по реально этим государствам рули, да, правящий класс, защитить аппарат и защитить правящий класс, и он будет, как бы, идти на все, вот, в любом случае. Поэтому вот, и мы должны быть с вами всегда к этому готовы, поэтому действовать разумно, не пренебрегайте конспирацией, ну, и в то же самое время, да, не уезжайте жить в лес, потому что, потому что вас тогда действительно никто искать не больше, чем искать в лесу, сидите себе в лесу, сам помыть. Действуйте разумно, не сидите в лесу, изучайте классиков, занимайтесь физкультурой и вступайте в ближайший к себе литературный клуб. Подписывайтесь на оружие и критики, подписывайтесь на канал Компаниэра Субъективный Фактор, в Телеграме, на Ютубе и подписывайтесь на РФУ. Ну а на этом по залу и закончим. З вами был Роботничий Фронт Украины, подписывайтесь на наши медиа, читайте материалы на сайте, приеднайтесь до гуртки. Будемо разом будувати нову цивилизацію. Миру вам, товарищи!